Погода подвела, а люди нет. Общегородской субботник в разгаре. Я хочу принести благо своему городу и хочу, чтобы летом все студенты, также молодежь Самары и дети гуляли по чистому городу. Особенно в парке Победы. 72-я годовщина, очень почетная. Мы вот ребятам собрались и решили помочь, сделать город чище. Студенты вместе с активистами чистого города наводят порядок весь апрель. За плечами 13 больших уборок в парках и скверах. Этот субботник особенный. Молодежь не просто приводит в порядок Парк Победы, но и отдает дань уважения ветеранам и почетным гражданам Самары, которые, несмотря на почтенный возраст, трудятся рядом. Мы также рады, что город Самара меняет свой облик. Все к лучшему каждым годом. Мы видим, как благоустраивается город. Именно когда люди трудятся вместе, не за деньги, а за какой-то интерес общественный, вы берегите эту идею, развивайте. Ну и, конечно, надо, чтобы город, все люди следили. В честь Победы в Великой Отечественной войне в парке высадили Березовую аллею. За весну и лето молодые саженцы примутся и через несколько лет будут радовать всех отдыхающих. Вообще проведение субботника здесь в Парке Победы тоже символично. У нас другого выхода нет, кроме как побеждать. Самарцы всегда отличались этим настроем, этим духом, этим настроением. Поэтому я думаю, что абсолютно все задачи, в том числе и задачи наведения порядка в городе, повышение комфортности наших жителей нам по плечу. И это очень здорово, о том, что в городе проходят вот такие вот масштабные мероприятия, что очень много людей принимают участие в них, потому что именно вместе, сплотившись, мы сможем с вами город сделать таким, о котором мы мечтаем. Убиралась вся Самара. Наводили порядок 86 тысяч человек. Жители 33-го дома на Чернореченской активно помогают дворникам не только в субботник. Чистоту во дворе поддерживают постоянно. Сгребают листья, собирают мусор и сажают деревья. Мы всегда выходим на воскресники, все, что нужно. Где сажаем деревья, густарники, все отлично у нас. Мы же живем в этом доме, живем в доме. Мы должны поддерживать чистоту, порядок. Сюрпризы погоды не испугали горожан и вечером, когда по праву можно было отдохнуть. Уникальный городской проект «Поработал. Отдохни» привлек к уборке города огромное количество самарцев. За то, что они наводили чистоту во дворах и на улицах. Им давали скидки в магазины, билеты на концерты, выставки и в кино. И кульминацией праздника стал большой концерт на площади Куйбышева, где, несмотря на снег, царила очень веселая и дружная атмосфера. Зонтик в руках, улыбка на лице. С таким настроением горожане пришли на площадь. Это правильная акция, потому что люди, которые работали, они должны отдыхать. Вот эта идея очень хорошая, потому что, во-первых, билеты раздают, и как бы все хотят пойти на этот концерт, и все стремятся убраться, чтобы получить этот билет. Так что и я сделала это. Убралась и получила билет. Мы работали практически под такой погодой. А уж отдохнуть-то легко. Мы сегодня убираемся со своим общественным советом на территории района. Инициативу возрождать субботники, вместе делать город еще лучше и вместе же отдыхать поддержали артисты. Для участников генеральной весенней уборки на сцене выступили Денис Майданов, Сергей Войбешко и группа «Серебро». Такие субботники, это нужно, конечно же, в каждом городе сделать, не только в Самаре. В Самаре понятно. И честь, и ответственность высока. Это город, один из городов чемпионата мира 2018 года по футболу. Но, тем не менее, это хороший пример для других городов. Здесь очень хороший диалог, симбиоз и дружба. И власти, и молодежи, которая с удовольствием откликнулась. И даже в такую вот удивительную погоду сделала все, что от нее зависит. Самара действительно меняется. Она становится чище, она становится красивее. У нас сейчас строительство активное ведется. Поэтому где-то, где-то, возможно, некомфортно сейчас. Где-то стоят какие-то строительные леса, какие-то заграждения. Но это все для того, чтобы город стал лучше, город стал интереснее. Во всех отношениях, чтобы в нем комфортнее стало жить. И для самых активных участников субботника персональный сюрприз. Солистки группы «Серебро» устроили автограф-сессию. Мы знаем, что студентов очень много было, кто помогал город сделать чистым. Спасибо большое, ребята. Конечно, мы по работе приехали, но нам так приятно видеть города нашей страны чистые. Поэтому Самара пример номер один. На общегородском субботнике очистили территорию площадью больше 5 миллионов квадратных метров. И это не финал. Благоустройство города продолжится. И подарки для жителей Самары на этом не закончились. В каждом районе города выберут по три самых чистых двора. Их оснастят камерами видеонаблюдения по системе «Безопасный город». Наши души, сердце, госты, как во тьме мое. Марина Кравцова, Олеся Корецкая, Андрей Горгуленко, Арцем Сулайманов, Константин Головин. События.